Жильцы дома на Воровского 110 каждую весну жалуются на наводнение. Лужа не дает проехать во двор автомобилем, а вода заливает подвал дома. Люди обращались в разные инстанции, но помощи пока не получили. Подробнее Андрей Дозорцев. Лужа около дома по адресу 110 на улице Воровского больше напоминает озеро или бассейн. Чтобы преодолеть ее, не обойтись без сапог. Такую картину жильцы дома наблюдают каждую весну, когда тает снег и идут дожди. Глубина сантиметров сорок. Уже машины простые садятся на живот. Вода течет с улицы Воровского. Из-за отсутствия ливневки попадает на дорогу. Проехать во двор можно разве что на внедорожнике. Нередко влага подступает к самому дому. Плитка у нас у первого подъезда вся осела. Фундамент подтапливает. Вода уже попадает в подвал. Жильцы и председатель жилищно-строительного кооператива на протяжении двух лет пишут в разные инстанции. Обращались в соседние организации с предложением сообща решить проблему. Но лужа и ныне там. Говорят, это не ваша территория и не лезьте. Не ваша дорога. Не ваша дорога. Но дом-то наш, понимаете, и вся вода идет к нам. На свои деньги люди ремонтировали дорогу. Но вода разрушила асфальт. Кроме того, потоком во двор заносятся песок и камни. Приходится их постоянно убирать. Что делать, жильцы не знают. Остается лишь писать в разные инстанции с просьбой помочь решить проблему. Жильцы 110-го дома обращаются к администрации. Кому можно. Потому что мы уже ко всем обращались. Помогите нам. Потому что дом в конце концов когда-нибудь вот этот угол рухнет. Понимаете? Каждая весна, каждая осень у нас здесь такенного дня не бывает. Андрей Дозорцев, Сергей Щекин, Вести, Киров.